Другая причина гемоколита Часто обнаруживается в окружающей среде, особенно это окружающая среда, близ больниц, стационаров или дома престарелых и может быть изолирован из почвы морской и речной воды. Выделяется также из кишечника, из человека и домашних животных. Особенностью жизненного цикла кластидридифицили является развитие его двух форм. Она может быть и в вегетативной форме и спор. Вегетативной форме являются токсинопродуцирующие виды, которые и продуцируют экзотоксины, которые повреждают кишечную стенку. Фактором вирулентности кластидридифицили является продукция нескольких токсинов. Во-первых, это энтеротоксин, который под действием энтеротоксина или токсина А увеличивается секреция жидкости просвет кишечника, и мы имеем клиническую картину диареи. Цитотоксин, который называется еще таксин В, он ингибирует процессы синтеза белка в энтероцитах и колоноцитах. Таким образом, оказывается это токсичное действие на кишечной эпителии. Надо сказать, что токсин В действует только в присутствии токсина А, и его воздействие на много раз сильнее. Ну и токсин С – белок, который угнетает перистальтическую активность кишечника. И именно бинарный токсин кластидридифицили является причиной высокой смертности у пациентов. Официально инфекция кластидридифицили считается назокомиальной, и основной путь передачи является фекально-оральный путь передачи. Источником инфекции является человек. В основном это бессимптомные носители, это дети, это медицинский персональ является бессимптомным носителем, это лица, которые осуществляют уход за больными или социальные работники, особенно те, которые работают в домах престарелых. Доказано, что трансмиссия вегетативных форм кластидридифицили от инфицированных лиц к здоровым людям осуществляется через как раз и предметы ухода, и руки, изделия медицинской техники, медицинского обслуживания лично или через заражение соседей передается. И очень интересно, что в домах социально-медицинского назначения, то есть в домах престарелых, около 51% пациентов, у них есть носительство кластидридифицили. Это в основном обусловлено тем, что в этом возрасте снижается бактериальное разнообразие, более бедный видовой состав кишечной микрофлории, и как раз в таких условиях и может быть колонизация кластидроза. И мы имеем с вами часто дело как раз бессимптомной колонизации кластидридифицили. Это эпидемиологической точки зрения более значимые пациенты, которые являются бессимптомными носителями. И уже в 2015 году дано определение, что такое бессимптомное носительство кластидридифицили. Это когда мы имеем микроорганизм или выделяется его токсин, но нет никаких клинических проявлений, то есть нет диареи, нет эндоскопических или гистопатологических данных, которые указывают на псевдомембранозный колит. Около 17,5% взрослого населения являются бессимптомными носителями и до 5% даже являются носителями токсин, продуцирующих кластидридифицили. Хотя это бессимптомные носители, нет никакой клинической картины, то есть с клинической точки зрения они не подлежат лечению, но они являются так называемыми резервуарами кластидридифицили и могут передавать этот микроорганизм другим лицам. То, что касается детей, то тут более высокий уровень бессимптомного носительства. Надо сказать, что особенно дети раннего возраста, то есть это дети первых 4 недель жизни, у них колонизация составляет, по данным разных авторов, до 37%. Дальше уровень колонизации у них снижается каждый год примерно на 10% и где-то в двухлетнем возрасте процент бессимптомного носительства у детей составляет такой же, как и у взрослых. Но вот с одной стороны, как бы бессимптомные носители кластидридифицили являются эпидемиологически опасны, но с другой стороны считается, что именно вот эта бессимптомная колонизация и индуцирует продуцирование антител, и у них уже есть гуморальный иммунитет, то есть гуморальная защита против именно кластидрозной инфекции. Даже есть исследования, которые были проведены на мышах, не у людей, когда их колонизировали нетоксичным штаммом кластидридифицили, после этого применяли токсичный штамм кластидридифицили, и у них удалось предотвратить развитие имени инфекции кластидроза. Каким образом происходит именно вот эта бессимптомная колонизация, какие факторы оказывают тут влияние защиты, и как это переходит до именно инфекции кластидроза. Самые важные факторы – это, конечно, желудочный фактор, это желудочный сок, установлено, что именно желудочный сок и угнетает переход споровой формы, вегетативной формы, то есть именно первый уровень защиты – это желудочная секрета. Дальше большое значение имеет, конечно, колонизационная резистентность, и именно бактериоцины, которые вырабатывают комминсалы. То есть мы знаем, что бактериоцины – это специальные антимикробные пептиды, и именно вот эти бактериоцины направлены против определенных микроорганизмов. Именно бактериоцины, которые выделяют лактококки, энтерококки и бацилусь, они и являются защитными факторами. Эти бактериоцины угнетают рост вегетативных форм кластидридифицели. Очень важное значение имеет уровень желчных кислот, то есть установлено, что вторичные желчные кислоты тоже угнетают активность вегетативных форм. Если по каким-то причинам происходит изменение кишечной микрофлоры и снижается количество микроорганизмов, которые участвуют в гепатоэнтеральной циркуляции желчных кислот, то в таких случаях увеличивается продукция первичных желчных кислот, а первичные желчные кислоты способствуют росту и споровой формы, и вегетативной формы именно этого кластидрёза. И в принципе, если вот эти все факторы защиты не работают, то тогда и мы с вами имеем инфекции кластидрёза, именно клинической картины. Таким образом, большое значение имеет и кишечная микрофлора в факторе развития кластидрёза, и установлено, что именно микробное разнообразие, именно исчезновение каких-то видов, каких-то штаммов, каких-то семейств и оказывает влияние на рост кластидрёза. У пациентов кластидрёзам установлено увеличение количества формикотез и рода протеобактерия. Также у них установлено уменьшение бактероидов. Ну и если взять именно видовой состав, то это у больных с пластидрёзом регистрировано уменьшение руминококус и бактероиды, кластидри и другие кластеры, 4 и 14, и у них повышено содержание энтерококков. И таким образом, если мы говорим уже об инфекции, не о бессимптомном носительстве, в таких случаях мы имеем клиническую картину, это 3 или более эпизодов жидкого неоформленного стула за последние 24 часа, и по меньшей мере один из следующих критериев. Если мы в калии обнаруживаем микроорганизм, это сам кластидридифицили, и его токсины обнаруживаем в образце стула, если мы видим эндоскопическая картина псевдомембранозного калита, или если гистопатологическая характерная картина. Вот в таких случаях мы с вами можем говорить об инфекции кластидридифицили. Напомню вам, что самым достоверным золотым стандартом диагностики – это культуральный метод, но в последние годы относительно новый и перспективный метод диагностики – это ПЦР-диагностика – тоже является довольно высокоспецифичным тестом и превосходит этот метод даже ИФА. Кроме псевдомембранозного калита, конечно, мы с вами часто сталкиваемся с антибиотикоассоциированной диареей, когда возникает диарейный синдром на фоне антибактериальной терапии или через 8 недель после его окончания. Установлено, что от 2 до 26% случаев пациенты, которые получают антибактериальную терапию, у них развивается антибиотикоассоциированная диарея. Часто это регистрируется у пациентов, которые получают амоксицелин, особенно защищенные, и цифалоспорины третьего поколения. И путь введения мы все знаем, что антибактериальных средств не имеет значения, не влияет на частоту возникновения диареи. Наша задача, конечно, предотвратить развитие антибиотикоассоциированной диареи. Вопросом профилактики Всемирная гастроэнтерологическая организация нам рекомендует у детей и взрослых профилактику проводить применением пробиотиков. У взрослых рекомендуется 4 вида пробиотиков, которые имеют высокую степень доказательности. Однако у детей профилактика антибиотикоассоциированной диареи рекомендуется применением только LGG и сахараминцет из буларды. Данные Кохрановского обзора, которые показали результаты профилактики антибиотикоассоциированной диареи применением пробиотика почти у 4000 детей, показали, что использование пробиотиков достоверно снижает частоту возникновения антибиотикоассоциированной диареи. В данном случае относительный риск составляет 0,46. И, в принципе, по пробиотикам, как вы видите, у сахараминцет из буларды и у лактобацилус рамнозус получаются статистически достоверные результаты. Однако у сахараминцет из буларды более многочисленные исследования были проведены. Что касается сахараминцет из буларды, то доказана его эффективность при лечении диареи вирусной этиологии. И установлено, что на 81% снижается риск развития антибиотикоассоциированной диареи. Выключили или как? Молодой человек, у нас, смотрите. Наше время прошло. Он не переключает, подождать час. Ну вот это данные метаанализа, которые показывают его эффективность. А дальше будет данные метаанализа, которые проведена Ханя Шаевская, тоже, которая доказывает эффективность применения сахараминцет из буларды у детей, которые получают антибактериальную терапию. И установлено, что 54% случаев применения сахараминцет из буларды в профилактике антибиотикоассоциированной диареи снижает риск развития вот этой диареи. И даже тут установлено и его профилактику развития имени кластидрозной инфекции. Конечно, мы с вами всегда насторожены, когда назначаем антибиотики, возникновение антибиотикоассоциированной диареи, развитие кластидридифицили. Я хотела вам напомнить о применении ингибиторов протонной помпы, которые широко в настоящее время применяются. Особенно педиатрии применяются ингибиторы протонной помпы. Последние годы более длительные курсы назначаем. Установлено, что ингибиторы протонной помпы тоже играют определенную роль в развитии кластидрозной инфекции. Но, как я вам уже сказала, желудочный сок, именно соляная кислота является фактором, который удерживает рост спор кластидридифицили, переход на вегетативные формы. И понятно, что если мы назначаем ингибиторы протонной помпы, снижаем желудочную секрецию, то нет вот этого сдерживающего фактора, поэтому и возможно развитие кластидрозной инфекции. Например, установлено, что если ребенок получает ингибиторы протонной помпы, то у него в желудке обнаруживаются фекальные микроорганизмы, которые широко представлены, и орофарингеальные микроорганизмы, что, в принципе, связано с тем, что меняется среда, желудочная среда. И в этом плане проведены исследования, указывающие на столько ингибиторы протонной помпы и именно как меняется микрофлора, каким образом влияют на развитие кластидрозной инфекции. Как вы помните, по антибиотикам я сказала, что при применении антибиотиков именно меняется бактериальное разнообразие, и это и является фактором развития кластидрозной инфекции. То, что касается ингибиторов протонной помпы, в данном случае не выявлено изменения бактериального разнообразия. Вот перед вами представлено исследование, в котором пациенты обследовалось микрофлора кишечника до применения ингибиторов протонной помпы и через 8 недель после применения антибиторов протонной помпы. И не установлено изменение микробного разнообразия, что до, что после приема ингибиторов протонной помпы микробное разнообразие не изменилось. То есть это не является фактором на рост кластидрозной инфекции. Однако другой фактор семейства и виды микроорганизмов установлено, что у этих пациентов идет рост энтерококку после приема ингибиторов протонной помпы и микрококи. На 44% снижается другая форма кластидри. Поэтому именно это изменение оказывает влияние на рост кластидрозной инфекции. Поэтому не забывайте, когда вы пациентам назначаете ингибиторы протонной помпы, что у них тоже есть риск развития кластидрозной инфекции. И завершение клинический пример, который показывает именно дифдиагноз, как провести при установлении кластидроза ребенок, который родился от первой беременности, беременность проникала на фоне аномии легкой степени в третьем триместре, роды оперативные, ребенок родился на 40-й неделе беременности, вес и ростовые показатели средние. Ребенок выписан из роддома диагнозом аномия неясного генеза. Ребенок находился на грудном скармливании на момент наблюдения и лечения его. И такой факт из перинатального периода ребенка, что мама указывает, что во время беременности она очень много употребляла молочные продукты. И ее пристрастия менялись и во время беременности, и период кормления грудью. Но она указывает, что больше, чем обычно она привыкла, употребляла кисломолочные продукты и творог. В возрасте 1 месяц у ребенка маме приходилось выезжать, она студентка училась и несколько раз кормила ребенка молочной смесью. И именно в возрасте 1 месяц появилось у ребенка шелушение, мелкоточная сыпь на теле. Именно мама связывает вот эти периоды, когда приходилось давать молочную смесь. Кроме того, ребенок наблюдался с затянувшейся желтухой. В возрасте 4 месяца при профилактическом осмотре, при отсутствии жалоб в анализах мочи выявлена лейкоцитуре у ребенка до 100 в поле зрения и лейкоцитоз до 15 тысяч. В связи с чем ребенок был госпитализирован, находился в стационаре диагнозом инфекции мочевой системы. Стационария получала антибактериальную терапию цифалоспорины третьего поколения, уросептики. И на фоне вот этой антибактериальной терапии отмечает изменение характера стула. Жидкий стул до 2-3 раз в день. Однако назначены были только энтеросорбенты и вот как бы с этим справились. С улучшением. Ребенок выписан из стационара с рекомендациями контролировать анализы мочи еженедельно. Через 4 недели у ребенка появляются кишечные колики, беспокойства, незначительные катаральные явления и кожные проявления – это шелушение и локальная гиперемия на лице. При сдаче анализов выявлены опять у ребенка лейкоцитоз, выявлены и лейкоцитурия. 200-250 в поле зрения, бактериурия в большом количестве. Педиатр в связи с этим назначил антибактериальную терапию моксицелинформе солютабе. И на фоне антибактериальной терапии у ребенка опять появился жидкий стул до 7-8 раз в день, но без патологической примеси. И тут подключили еще нитрофурановые препараты. Однако на третий день у ребенка появилась рвота, в связи с чем ребенок был госпитал… неукротимая рвота, в связи с чем ребенок был госпитализирован. В стационаре методом ПЦР-диагностики у ребенка исключены сальмонеллез, шигеллез, кишечная палочка и компилобактер. И обнаружили токсины А и Б, кластидри дефицели. В связи с чем ребенок получал метронидозол, коррекция микробиоциноза и выписан с диагнозом кластидри дефицели инфекции средней тяжести. С рекомендацией после курса метронидозола пересдать анализ кала на обнаружение кластидри и его токсинов. После курса лечения сдан анализ кала и обнаружены были только токсин Б, токсин А не был обнаружен. Дальше ребенок консультирован гастроэнтерологом, он находился на грудном скармливании. Срыгивание кишечной колики не беспокоили, однако стул был зеленый и со слизью 1-2 раза в день. И в связи с тем, что в кале обнаружены токсины, был рекомендован сахаромицет из буларды, препарат Энтелрол по 100 мг 2 раза в день в течение 14 дней. Дальше после курса терапии у него, как вы видите, анализ крови 12 тысяч лейкоцитов, капрологии, в большом количестве жирной кислоты. И все равно после курса лечения у него положительные были токсины А и Б, классидри, дефицели. И, конечно, тут еще при углублении анализа, при расспросе матери, все-таки мама отмечает, что все эти два эпизода, которые было ухудшение стула и появление крови в кале, мама больше связывает с нарушением диеты своей. То есть она соблюдала диету, но вот когда вот эти периоды были, когда она или давала молочную смесь, или в избыточном количестве употребляла молочные продукты. Поэтому перед нами был, конечно, дифференциальный диагноз. Надо было тут провести все-таки у ребенка что? Это гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии или такое рецидивирующее течение кластидрозной инфекции. Конечно, мы, учитывая тот фактор, что все-таки дети, особенно дети раннего возраста, они могут быть просто носителями вот этой кластидрозной инфекции, установлено, что здоровые новорожденные, даже до 70% у них может быть выделена культура, и даже у 60% случаев может быть обнаружение токсина. И мы знаем, что дети, которые находятся особенно на грудном скармливании, у них высокий уровень именно глобулина А, и это и является защитным фактором, что у них не развивается именно вот этой кластидрозной инфекцией. Установлено, что у детей раннего возраста нет рецепторов, которые воспринимают вот этот токсин. Кроме того, конечно, возникла мысль, что все-таки эта терапия лечения кластидроза оказалась неэффективна, потому что есть данные, что 9-дневный курс метронидозола у 22% детей все-таки оказывается неэффективный, у них возможно рецидив, у 28% возможен рецидив, и только 50% пациентов, которые у нас получают метронидозол, они соответствуют критериям излечения. Критерии излечения, если мы не обнаруживаем в кале кластидри или его токсины, и в течение 3 месяцев нету никакого рецидива. Поэтому вот, чтобы провести все-таки диагноз, это что, рецидивирующее течение или у ребенка атопический дерматит, мы остановились на диагнозе все-таки атопический дерматит, младенческая форма, гастронистинальное проявление пищевой аллергии, как аллергический или алиментарный гастроэнтерит и калит. Ну и маме была назначена безмолочная диета строгая, дополнительная приемом препаратов кальция. Через месяц ребенок находится на грудном скармливании, не срыгивает, кишечные колики не беспокоят, массе прибавляет ребенок хорошо, мама соблюдает безмолочную диету, и кожные проявления уменьшились, немножко сохраняются только на лице сухость, а вот со стороны стула, стул нормальный, регулярный, никакой примеси кала, крови и слизи не регистрируется. По капрологии, как вы видите, небольшое количество слизи и лейкоциты 2, 5, 8 в поле зрения. Но в катамнезе уже через 4 месяца ребенок в возрасте год веса, ростовые показатели, как вы видите, соответствуют средним показателям, жалоб нет, кожа у него чистая, стул 2 раза в день, мягкий, без примеси. Ребенок продолжает соблюдать безмолочную диету, прикормы получает, но безмолочные каши. Ну и по капрологии, как вы видите, нормальные данные капрологии. Спасибо вам за внимание.